но я постоянно пинаю как самую вредную знаете чем популярнее тем вреднее я конце концов не выдержал видите сколько всякая дерьма над напихала вот смотрите 1 2 вот тележка 2 3 4 5 все надо пихала вот я вам показывал что у меня посадка занимает от 20 секунд до 40 секунд не минут нет секунд потом можно вокруг посыпать что хотите это уже второй вопрос я посмотрел не называю фамилии московский государственный институт иностранных языков ну чё отлично садоводы тоже должен знать по окончании вуза ольга стала квалифицированным преподавателем конечно надо окажу больше англичан учить садоводство только не так пнуть потому что ты такому научишь кроме этого она свободно вращается на грузинском французском вот грузину можно вот приедь поучи грузина сексадами а зачем ты тогда грузинский французский потом была защита кандидатской диссертации тема минимание и так она кандидат науки это везде подчеркивается биллингизм в ссср вот так вот все теперь вторая или две третий там играет роль клоуна ладно он хотя бы не притворяется вторая вы поняли чем я говорю это та самая телеканал бобер и его ведущие очаровательная девчата просто это влюбился бы и если бы не это не учили деревья калечить шестьдесят шестом году вторая окончила школу и поступил институт автоматики и электрометрии в новосибирске внимание обучалась на факультете оптики но и только стал кандидатом психоснаук именно во время обучения улеклась с удовольствием кстати а какого хрена вы меня извините мордой тычете что я этот самый металлург ладинкова тыкали что металлург какого хрена видя это же самое так и говорите инженер оптик увлеклась с удовольствием как я занялась преподаванием вот это вот занялась преподаванием что вы книги напечатали я за эти книги на костре брыжок то же самое о чем я говорил по надергали и все ну после этого видите как я написал тв недоступно это для нас нормально я еще нормальных вам покажу но месяц не вредно но для начала я не могу удержаться смотрите так уж получилось вот это вот под московью где-то у меня нет ну ладно есть у меня может потом покажу может отдельный фильм покажу там значит ну так получилось что здесь без фамилии просто звучит как анекдот вот это вот вот это вот персик ну естественно персик же понятно вот персик рос рос никому не мешал никто не знал что это персик пока не вырос прямо на улице под московного города я просто не мог удержаться для меня это как знаете как это не все что а грустно говорит когда он начал давать плоды прохожие плоды едят а выкопать уже поздно а рядом абрикосы он посадил абрикосы украли видимо и динфицировать ах абрикос надо срочно украсть а персик тоже не видел что такое персик лист какой вы знаете вот и результат а кстати вот обилист пожалуйста ночью вот так вот это у меня это сама к сказать немножко юмора не без этого шутка юмора тут юмор когда стоя на берегу учитель плавания путь утопит а сильную группу подошел показал же вот так делайте поплывете потом слово это был черный юмор а вот это светлый юмор видите украстью они могут идти эти все теперь я не выкопал так вот меня разозлили почему сейчас поймете я в том что идет год за годом да я обладаю уникальными знаниями теперь эти знания знает но наверное в капитале многие же тут появляется потом уходят ну посмотрел там 50-100 вебинаров как ну хватит это повторяется так а я не могу успокоиться вот этот вебинар еще пять свежих но если чем 5 садов будет спасено завете я не сказал выращенных вырастить любой дурак может спасено а это уже не любой дурак так вот что значит меня разозлили правило моих оппонентов у соседа корова сдохла не мое дело а приятно почему я применил вот эту самую пословицу догадайтесь сами железом созгли сатура пять гектаров полторы тысячи только яблони считает плодосящик в железо продал потом обшикал до нуля все эти персики продавая по 50 рублей черенки так ура у него поэтому замерзли эти коллеги персики замерзли столько радости приносил но я стараюсь быть объективным и стараюсь как сказать но не обращать внимание все-таки добиться своего какова вероятность так что у меня получится до сих пор было когда-то 0 процентов теперь 0,001 процент после этой передачи еще я упоминаю темерезовку а течение долгосрена часа потому что если на темерезке ни хрена нет если она украла мои фотографии остальные украла просто все подряд с этого аббревиатура темерезовская академия идут фотографии с этого самого с интернетовские подряд которые на других сайтах 100 раз встречаются каждая вот я хочу чтобы чего начиналось очищение а вдруг тогда сразу нет ну кто-то подсмотрит академия это тысячи людей студентов до сих пор ни один студент не объявился который бы сказал перехожу на вашу сторону или хотя бы так хотя бы шепотом но где-то когда-то кто-то должен сказать идет там какой-нибудь ну еще не экзамен лекция понимаете человек первое хочу добиться очищение сайта почему я пишу так сейчас я буду и главное никакой болтовни все на полном серьезе все доказательное и так ниже вот она смотрели ненавижу самая подлая морозостойкая россии схема уничтожение садов я постепенно уже сколько эти по два патераза показались которые первые показывают набью одну точку все таран но только маленький таран мне не замечают и вот получается что сейчас придите как к этому и ректору теме язык и скажет а там железо это говорит что вы неправильно учите он не скажет правил правил не правил сказать а кто такой железо ну ему тут же объяснят металлург прошел и так а вот эти ничего они маячат вот смотрите вот вам оптик женер оптик все обучалась на оптике а стал кандидатом сельхознаук как это все стало делать я знаю что в этих переходах покупают диплома вот это мне объясните ведь я же когда-то тоже учился причем очень серьезно очень серьезно не судья учился как я мог в инженер металлург это самое с дипломом этого самого инженера цветных металлов как я мог стать кредатом сельхознаук ладно пойдем дальше почему я в эту фотографию показываю вот и опять единственно планете я подчеркиваю потому что никто может так не делает и к сожалению а им это вообще неведомо не в другом мире живут за них уже давно все решили они только зубрили и так патологонатом заработал вот это вот сергей спилил пришла пора загустились так что пришлось выбирать менее ценное перед более ценными этот абрикос один из сына и манжурца он бы абсолютно здоров он молодой где-то лет ему 8-10 он абсолютно как раз тени других не давали развиваться вот рост себе никому не мешал и вот наконец сергей спилил а я хожу с фотоаппаратом я это я ни одного такого случая не упустил откуда взялась вот эта страшная рана как сюда проник мороз а за ним естественно порезут грибы ну вы тоже понимаете вот здесь вот вот это здесь росла вот это самое нет и туда есть росла вот эта поль и так вот это все мы должны уничтожить я не же попрекалываюсь душу отведу почему потому что они не дают нам развиваться россии нам я большую бухганом россиян и так раз два три четыре пять шесть семь восемь девять видов ненужных веток убираем молодую порцию от корня после люди когда вот это защитиваться раньше я сам этого не знал чисто механический и это я делал чисто механический нет выше выше вот она и только когда а я способен учиться даже на одном примере потом еще нашел парочку таких но уже в других садах и так мало скажете примеру ну пример очень здесь рос такой пучок называется корневые отводки когда я их отрезал мороз проник внутрь этого абрикоса вы представляете потом кто-то скажет там где-то на том сайте где-то миллион с лишним подписчиков а кто-то будет издораться даже ли за сам это сама как то как того вдова которая себя высекла кого-то из классиков как трудно с ними воевать ничего слушать не хотят и главное не хотят выводы делать тихонечку подсматривать иначе откуда они знают что у меня что там погибло или наоборот почему у вас не гибнет а вы режете деревья вот видите почему это же режете сразу скажу вот на это еще раз никогда не отрезайте целиком уж приспичит уж не знаете кому верить железову или тем тем кандидаткам ну тогда хотя бы у половинчивать тогда вы скажете она еще гуще будет тогда вообще не лезьте к нему вот только один пример привел идем дальше я сейчас не буду сказать почему я начал с простых примеров вот представляем проходит неделя месяц если у них мозги есть хотя бы у одного сотрудника тимирязи который занимается тем что учит студентов хотя бы у одного подчеркиваю это конечно звучит насмешливо звучит так это самое менторский если мозги есть хоть одного первым исчезнет эта схема вот так вот смотрите раз и на сайте и больше нету исчезнет моя фотография эти фотографии из этих с интернета че людям голода морочки стали бы мой фотографии абрикосов воровать из его свои были начала очищения хотя вот к этой схеме начал очищение сигнал что все-таки потому что теперь я жука на грани закрытия но подробнее чуть ниже и так начало очищение сигнал унистржение смертельной схемы пойдем дальше я не удержался я стараюсь фотографии показ который вообще не видеть вот я не санна савинься она тут рядом со мной стоял почему это за забор вот мы уже показывали эту ветку только в другой год для еще больше еще больше было плодов я стараюсь каждый раз а то чтобы не говорили одно и то же пока и так вы думаете это дерево вы какой замечаете крупная здоровая с урожай тут десятка два черта зла ребята это ветка это ветка должна была быть уничтожена и не в это время все таки дерево к этому времени было уже лет 20 а а вот это кстати как они еще издеваются чем они как думают так что люди не понимают что там видимо старое дерево старое дерево может что-то отрезать осветлить омолодить потому что после этого и плоды крупнее считаем это же учеба друзья учеба 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 первый ярус ну тут был наверняка еще один два яруса меня удивляет что они должны были нарисовать еще тут но и сразу высокий штамп это очень плохо очень плохо сколько вы смотрите случилось я кого я убеждаю мне надо чтобы один ректор посмотрел вот эту одну единство передачу даже не полную вот эти полчаса схватился за голову искал то я же не могу кто это такой команды работать об этом опять ниже немножко то что случилось в этих самых костромской области ярославской третью забыл шел с запада на восток дикой это самый показали вывораченные раздавленные машины убитого ребенка а вы знаете что рядом дачных садах творилось в это время там же саженцы изувеченные помните там выше фотографии раз привитые высоко два с искусственными полу гнилыми штамбами 3 вы представляете там в этот люди к 2 5 10 вот хотя бы эти взять за последний свет да от 1 до 10 лет сколько они труда вложили еще и пота потому что это я говорю не надо это 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 а то они же из ста дай бог один то есть это так если лет сто человек дай бог один про меня слышал еще дай бог 10 ничего не делали потому что мне когда было не успевает помните константин это что такое уже это самое июня я не обрезала можно мне обрезать а то мне сад погибнет вот это есть логика то самое убили в головы бедным людям из там наверняка вот в этот дикий ураганный ветер показали город и все там наверняка уничтожены нет ни тысячи как вы это может быть так много десятки сотни тысяч плодовых деревьев в этих трех областях десятки сотни только потому что они как у меня на фотографии не прижимается к земле ну это думайте об этом то людях то там кстати сменился ректор правда не душа это в тут же после моей передачи вот это это исчезнет смотрите дальше и так вот эта метка не должна была существовать поняли потому что и вы не дали дорасти до этого состояния как они мы какое горе ветки они потом так и остались когда упали эти самые дали он сам мы с вами это стояли рядом фотографировали когда исчезли эти плоды это в каждый год было ветки так и остались так ладно вы представляете пустить сюда козла в огород все будет да еще с секатором то еще с пилой вывод сейчас десятки тысяч выпускников тимиражевской академии научены не растить окалечить деревья чума от них распространяется по всей россии помните я ж не могу от этих отстать это ж надо было поймать в разгар нашего спора когда они сами попросили одна из них и этих самых тимиражев попросила ответить на ее вопросы бах у них на сайте появляется фотография вы увидели пару вебинаров назад отрежьте все совет тут же до высоты 40 сантиметров а там четыре толстенные ветки сам штамп вот и четыре толстенные ветки и приказано их отрезать они пропорционально вот вот это дерево она захотела бы упасть наклониться и раз эта ветка упрется как на костырь чем думали когда учили отрезать искалечить дерево и причем специально как будто выбрали самые неподходящие для эту фотографию самый идеально сформированную эту грушу нет отрежьте ветки вот я написал чума одних они теперь это нечего было тогда с таким тоном разговаривать человеком который вырос в 30 тысяч саженцев и превратил большинство из них плодосящие деревья как думаете чё я не стал тех они попросили их не позволить не показывать и должности не показывать их фамилии именно они не стал я показал другие которые сейчас прямо на экране каждый день светятся и так что такое темириевская карьера вы из-за вас нечего хвастаться вашим этим образованием как вас научили уничтожать эти ту грушу несчастную женщину ведь спасибо там в этом хоже я уже не лезу туда я уже не раз грязи так поливали на этих сайтах вот отрезана или нет или все-таки успела не успела рука не поднялась уничтожить грушу и так для меня благодаря вам уважаемые выпускники темирезовки я продолжаю темирезовку всем еще немного я написал первое что у меня сейчас чемодан без ручки почему академия продав землю бесполезной на данный момент темирезовки и уничтожив ее инфраструктуру ну вы представляете бульдозер по этим газончиком там путин чего нет но это я смотрел еще чего не вырастили чего никто стала чем они угощают стыд позор и получается что бульдозер пустят и там не будет этих газончиков ничего не будет кто-то вырастет десятки миллиардов рублей так заманчиво как спастись значит надо быстрее сделать так чтобы отдача от нее было еще больше чем вот эти десятки миллиардов рублей например начинаем с простого ведь есть вещи простые но уже потом до людей дойдет представляете что не мы под металлургии и прочие строители этих самых но это уже хотел привести пару примеров строители энергетиков и металлургов но они уже на том свете хотя вырастили то чего вам тебе разница и это и заставляет не вырастите по другой причине потому что вы их сразу колечить и так самое простое доказать что у дерева нет ни одной лишней ветки и ни одного лишнего листочка еще раз повторяюсь связь прямая от площади листьев зависит все и урожай за все годы естественно чем меньше будем калечить этих что избавляясь от листьев и целиком от веток или части веток тем дольше проживет тем дольше больше морозостойкость тем больше иммунитет тем больше выражается за все годы как это это же есть такие вещи ну понимаете я уже немножко опять начинаю сейчас разволнуюсь это школе и я получил учеником по не математике я сижу и думаю мне очень-то говорит на доске пишет две точки между ними прямая и она говорит это настолько очевидно что прямая самая получается короткая любая другая длиннее так расстояние между меня . я бы конечно жизнь бы отдал это самое чтобы доказать что это неправильно это неправда понимаете ну вспомним шар там в америке вверх ногами ходят все гораздо сложнее ну для начала ладно я же не стал с ней спорить пусть будет так тогда если если наука говорит что между двумя точками прямая линия самая короткая тогда значит я от своих силу вот она у дерева нет ни одной лишней ветки ни одной лишнего листочка ну а дальше тут очередной этот самый постулат я уже рассказывал ну как это доказать доказывать не надо ну тогда получается вы что охерели ладно дальше попробую поспокойнее и я за деревья заступает помните тот иван кольцо вот доказывать о вас церковь мнение что добрый я добрый вот пока не начинают деревья колеса пункт 2 еще немного дальше будет обычная обычная тема и железо обвиняет и предлагает спасти темирязевскую академию от простого сложному смотрите без этого нельзя без шоу приходит новый ректор нет может он пришел он же недавно свиньет пусть этот будет завтра раздается звонок сегодня уже поздно конечно скажет я не знала что у нас это самую помните говорил как там про соквашина я не знал что коты разговаривать умеют а я еще шить умею вот я такой же кот этот как матросским пишите умею стать и все эти вязать умею вот и зайца будет голод поймаю штурком от ботинка рыбу руками поймаю сколько я перестрелял рыбу рыбу и вот так далее так вот приходит новый ректор устраивает шоу носит он берет организует мой сад так называемый но надо три сада только что там уже нет хозяина бодра супер сад нет хозяина латинкова супер сад последний супер сад те еще встречи коньяком даже на пою так вот берет ректор и привозит ко мне сколько там на самолете 40 до бакана тут час езды привозит ко мне но назовем это преподавательский состав так значит приглашает лучше бы министр какой-нибудь типа сельского хозяйства министр науки высшего образования или президент академии наук лучше бы он это возглавил коньяк на всех занял бы но всех бы напоил я не шучу правда потому что то что они увидят без без этого крыша свернет а если бы сворачивать я специально для вас такую тему приготовил и так приезжают и берут с собой тех дам которые одна инженер оптик и учит нас сады или лечила да да и лечить да и вторая такая же поливая этим уксусом муравейники вот и вот эти дамы тоже должны приехать как может по страхам увольнения с телепрограммы программам это или заманить и вот когда приедут и рядом кругом телевизионщики местные собака на создать курдима приехал ко мне сразу налетели да я говорю с этим это меня возвышает курдима это приехал-то железу больше никому и вот получается что собрались вокруг вот этой ну естественно подбираем это уже прошлом этом деревце оно отличается от всех внимание заранее говорю хотел попозже как сюрприз но не выдержал это дерево еще несколько десятков вот это вот сетка рабица это видео вон крыша дома он кирпичный это тут же рядом сосед и два-три десятка деревьев были посажены моими руками и никто никогда к ним не прикасался вот до этого момента что вы видеть потом была страшная история это потом и представьте себе что это сегодня будем фантазировать и так толпа окружила это дерево так и телекамеры все эти самые телевизионщики там журналисты все это братья все и тут наступает исторический момент вручается секатор ой жалко фотографии бравые видели а неудобно я же обещал да безлично а там на фотографии лицо симпатичной женщины вот это одно из тех двух да вот фея не говорю какая лица не покажу ладно которая с умным видом ходит вокруг дерево и чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик- Ну, как бы я мечтал, это вот точно, я не знаю, чего бы я отдал. И какой ящик я не купил? Здесь ящик его поставил всем. Только сделайте им это шоу. И пусть она, я ей секатор дам, хороший новый купил. Вот, одно и второе. Вот. И пусть они начинают вот эту работу. Я выбрал, почему эту фотографию? У меня много таких цветущих. О, десятки. Еще красивее есть. Ну, почему? Она по возрасту, это они якобы изображали старое дерево, на самом деле раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, максимум девять лет ему. Ну, вот тут ветки отрезали, год потеряли, потому что самая плавное несящая ветка сюда нижняя, если они нормальные. Итак, режьте. Все, вот это непросто. А я бы еще подсказывал, я бы пожертвовал одним деревом, пусть бы оно постепенно сдохло, извините, померло. Я бы им сказал, смотрите, все это, вырезаем ветки, смотрящие вниз, вырезаем ветки, направленные в сторону ствола, вырезаем перекрестивые, удаляем нижние, вырезаем молодую порцию, вырезаем волчковую, удаляем загущающие. Вот они загущающие. Вот тут бы я бы насладился. Один раз. Вот. Чуть не сказал, я бы потом напился. Я не умею напиваться, это моя беда, поэтому все время стрессом в ситуации нахожусь. Кто-то нажрался, и хорошо ему. А теперь представляем, что вот дерево, и вот оно посветлеело, вот уже одна, где сто, сто пятьдесят веток отрезано, длинных, коротких, да? И все эти, лежит на земле, цветы лежат, густым-густым слоем. А вот это же я, как вот, это тоже самое породное, это тоже сварок, ёлки-палки, у меня же есть фотография. Я вам показывал, через несколько лет, плодов. Ну, сейчас трудно найти, и я бы мог поискать, может, только к концу, или когда будет вопрос-ответ, и кто напомнит. Я туда залезу, у меня есть специальная груша. И всё это устлано, устлано таким слоем, всё белые цветы, ветки, ветки, ветки. А вот это вот через неё можно, как это самое, увидеть всё. Всё сделали прозрачное, а что там делают, я потом покажу. Как они это объясняют? Вот это тихий ужас. Но как он нужен? Потому что режут, когда деревья спят. Это подлая вещь, не дают им показать во всей красе. Это, ой, я же обещал их не показывать. Вот это вот, смотрите, это бассейн. В нём сейчас плавают, ну, это уже остались, я потом спохватился, я отсюда шлангом высасывал. Здесь было несколько сотен червей, они умирали. Как они оказались в бассейне? Ну, вот сегодня у нас дождь, вчера целый день дождь. На асфальте тысячи червей и ждёт смерть. Вот. И вот, когда ходят по асфальту, из этой братьи, чуть не вернулся те фотографии, никто не имеет ни малейшего понятия, что для червей вот та самая обильная, обильная, когда львода много льёт, как она называется, обильная, ну, короче, обильный полив, когда засуха, они уходят вниз. Я копал котловат, я же видел всё это. Они же не копали, зачем им их же научили? А здесь, получается, оптики научили, кстати. А здесь, получается, а, я на английском языку. А здесь получается, что избыточный полив, у меня не было фотоаппарата, жалко. Вот. Они прямо иду на каждом метре. Это горе. Это для них сейчас величайшая в мире трагедия. Вот сейчас у нас у меня несколько дней до дожди. Величайшая. Они все на асфальте, они все погибнут. Сильно вкусные. Как можно было писать два, три максимум полива, но обильных залетов, не имея ни малейшего и пролить на метр. А червям куда деваться? Ведь они же кормят дерево. Об этом никто не знает. Ладно, следующая фотография. Дело в том, что я все еще это. Я металлург, я знаю, что такое, например, коррозия металла. Вот это коррозия дерева, да? Я тут раз не нашел подходящую фотографию. Где дерево сгнивает? Вот тут. А потом берут, не имея понятия, где кардио-фейка, садят деревья. Это просто пример. Ну, уже элементарно, это некуда. Кто-то скажет, я вспоминаю того парня, который мне 5 тысяч заплатил за учебу, а его хватило на полца и сказал, верните деньги, это любой дурак знает. И это любой дурак знает. Только зачем пишут, закапывать по прививку и выше? Пишут, печатают. Потом пример сложнее. Я сейчас выбираю так, что Тимирязевку, если она займется делом, которое обойдется в стране в миллиарды невыброшенных денег, полупустые больницы, в которых вдруг очереди иссякли, полупустые, подчеркиваю, все люди не будут больше денег тратить на лекарства, им хватит тогда денег на хлеб. Может быть, даже детям на это. Не только на колбасу, а может быть, даже на фрукты. Пусть отравлены, но они и таких не видят. Итак, что такое ГПЗ? Это будет самое важное открытие в вас, Тимирязевцу. Гепатогенная зона. Это я взял из, сами понимаете, я так красиво не умею. Почти так, но все равно лучше я взял литературное. Обобщающее понятие. обозначающее участки земной поверхности, как теперь выяснилось, интересно, когда же это выяснилось, с интенсивным спинно-торсионным и электромагнитным и ультрокоротковолновым излучением. Различные протяженности, проживание в которых неблагоприятно сказывается на состоянии живого организма. Знаете, друзья, когда вот это слово спинно-торсионное, а где-то называется, как бы я сказать-то, это термин не научный, нет, это термин вот этих, вроде меня, городских самошедших. Поэтому понятно, что только, ну, уже, уже понятно, да, вот. Чего это не понять-то? Это не научно. Ну, по крайней мере, здесь хотя бы сказано, неблагоприятно сказывается на состоянии живого организма. На самом деле, всё страшнее. Ну, давайте по порядку. Я и этого не стал бы, хотя надо заняться действительно настоящим, но там же биологи. Надо настоящей работой заняться, а оно и по силам идти мережники. Другое дело, они об этом не знают. По порядку. Толик Позигурн. Привет, Анатолий. Это Дипропетровский, это Украина. Ну, просто, если бы не вот это письмо, я бы эту тему бы не стал сказать вам, кому вам, мне, то есть, одно из самых удачных привитых деревьев, голоден, нора, метки, красно-желтые, начало болеть и засохли. Рамки показывают геопатогенную зону, как можно использовать в пользу такие места. Ну, он меня считает учителем, поэтому я должен ему ответить. Как можно использовать ГПЗ? Ну, во-первых, это страшная вещь, вот ее надо держаться подальше. А я тогда взял и писал, это, конечно, кладбищенский юмор, кладбищенский, но он есть. На обширных площадях ГПЗ надо строить исправительно-трудовые колонии для особо опасных преступников. Вот видите, это чтобы долго не жили, если там какая-нибудь сволочь, которая детей убивает. Вот для них вроде бы мы их не стреляли, мы их не вешали на площадях, а он пару лет и сдох. Вот для чего нужен ГПЗ. И второе, раз ГПЗ для науки не существует, то еще бесплатные комфортабельные дома, почему комфортабельные, чтобы их завлечь сюда, для проживания тупых, ленивых ученых и чиновников от науки. А почему? Если вот этот вебинар посмотрят те самые ученые и чиновники, они палец о палец не ударят. Ну, это для них не доказательство, что здесь бешеные рамки вращаются, что здесь садили картошку, и она каждый раз вырастала, одну садили, одна вырастала. Вот, здесь прошло столько времени, все вокруг, это тоже вот эти березы и Пруссия, сосны, все это было паханное поле, вот там оно обросло, вот так, все-таки. А это ярко выраженное пятно, это есть гипотогенная зона. Хотите верьте, хотите приезжайте, хотя к этим, кто не тупые, то есть вы, кто приедет, это значит, он как бы от них отмежуется. Ну, для чего вот это? Вот это страшилки из интернета. Ну, не поленился, да? Вот. Вот так растут деревья в гипотогенных зонах. Вот так растут деревья. Вот. Что интересно, да, я нашел, когда эту тему разрабатывал, я увидел вот эту фотографию. Он меня не знает, я его не знаю. если я до всего дошел сам, не зная, не читая, и про то, что это разломы в земной коре, вы же знаете, у меня есть несколько этих статей, у меня есть несколько фильмов. И вдруг я линию разлома нахожу в интернете. Тара-тара-тара. Значит, если один может сойти с ума, двое, помните про Сокошин, с ума сходят поодиночке. А эти двое мы уже не сумасшедшие. Но для науки мы городские сумасшедшие. Я знак восхищательный. Впервые я не один. Вот он идёт вдоль разлома. Вот деревья. И это всё. Честно, искренне. И дальше я пишу. А нас на всю страну, дай Бог, если несколько сотен. Мы есть. Только мы не нужны. Я пишу. Эти волшебники нужны науке. И тогда впредь ни один из выпускников не выйдет на альбоматор. Я не знаю, может, что с цепи написал альбоматор. Короче, эти мерягики пустым и бесполезным. Понимаете? Вот какие слова выбрал. Ни один не выйдет пустым и бесполезным. Пустым. Вот. Знаете, я всегда с огромной женем отношусь к людям вот таким вот. Мы с ним давно дружим. Вот. Я не считаю, что он мой ученик. У меня не было бы на свете у него был бы такой же или почти такой же сад. умница. И мне все время поражает, да? Вот. Знаете, что поражает? Кстати, это приполярный округ. Приполярный ханты-мансиев. Приполярный. Я к чему говорю? Вот если бы этих самых поменять на этих, я я я каждый раз стараюсь кого-то показать. Григорий Козел, пожалуйста, найдитесь, я вас прошу. А то не он, а мне присылают, там правильно написано, что это Железовский, Абрикосы, т.д. Фамилия все, а контакта нет. Хотя когда-то он все это у меня добывал. Алексей когда он замолчал, один из умнейших. Вот их-то и не только их, еще десятых фамилий назовут. Первым-то, конечно, был Латинкох, но это не судьба. И вот получается, что вот эти люди когда-то им низко-низко поклонятся, новые этот самый. Ведь вот те, кто уже отучился, я вам потом покажу это письмо, и вы поймете, шансов 0, но это будет ниже. Ну, письмо про его эксперименты, вот, читайте, я делаю маленькую паузу, мне уже трудно говорить, я начинаю вставать говорить. Саженцы, сеятся, от железа, броска, латинкова. Результаты интересные, разные, до с минус 45. Ну, дальше читайте сами. И вот я еще раз говорю, эй, начальник, я имею в виду кого угодно, ректора, теми, резинки, министр сельского хозяйства, вот, эй, начальник, с помощью перекрестца опыления тупик, вот, мы теперь можем только помочь, потому что у них нет ни такой технологии, как у нас, кондором, а Алексейка и другими, другими, вот, понимаете, нет такой технологии, нет у них таких материалов, как у нас, они даже не подступились к этому. И вот я тогда взял, еще раз решил приколыться, нашел вот эту фотографию, конечно, я к этой фотографии отношения не имею, вот, разве можно так дерево расти в нормальном месте? И я тогда к президенту Деми наук и министру науки высшего образования обращаюсь, вы бы сами не испугались поставить в таком месте личную кровать. Ну, представим себе, что когда-то молодое было дерево, его спилили, еще молодым, кто-то ждал ему вырасти до этого роста. Вот, и люди уроды есть, и большинство болезней связаны именно с гипотогенными зонами, а может быть специально, может быть это теория заговора. Итак, вы бы не испугались, министры, поставить в таком месте личную кровать. То есть, вот здесь вот не было этого дерева. Не было. Молодым еще извели его и поставили кровать. Дом чуть сюда на пару метров и как раз кровать в стенке. А их кровати в ГПЗ стоят сотни тысяч по стране. Отсюда раковые и другие массовые заболевания. Вопрос второй уже к молодым ученым. Вам Нобелевские премии не нужны. Затем программа по увеличению в жизни россиян. Вот это вот, с этого все началось. Только я уже об этом говорил неудобно. Умирает молодежка от рака крови. Вот. Несколько лет просидела секретарша красивая девчонка. Секретарша это приемная у моего начальника цех. И досиделась скоропостижная смерть. Я же не с любыми рамками владею. Я потом даю объявление. Я хожу по садам, по этим, по квартирам. Вы что думаете, чтобы обвинить на уху? Я что, на пустом месте все это придумал? Так? Прославится тем, чего на самом деле не существует? Деревья умирают? Как не померишь? Как не померишь? Так. Это я вам уже показывал. Самое смешное для меня оказалось, что собака устроилась в метре от геоптогенозоны. Но не в ней рядом. Теперь внимание. Вильямн Санн, надеюсь, вы следите за этим, за вебинаром. Очень необычный. Жаль, что уже второй час, а я не могу закончить. Будущему Академику Ран. Вильямн Санн, я на что не намекаю. После того, когда вы связали железом, вас ждет такая судьба, как Курдимова. Назвали предателем. За что? Вообще книгу напечатали. А он темирязовец. Не знаю, какая судьба. Но на всякий случай первым к вам обращаюсь. Смотрите, это так просто. Нужен сравнительный анализ. По-моему, этого никто никогда на всей планете не делал. Ну, может быть, первое. Может быть, Нобелевская приема вам достанется. Всего-то сравнительный анализ ДНК просто деревьев. И деревьев изуродованных. Поняли? Вот я к вам обращаюсь. Поговорку помните? Сесть он, сесть, да кто ему даст? Ну, практика есть. Теперь нужна эта. Теперь надо лабораторный стол. Вот. То, чего вас научили. Итак, значит, разорвана связь науки и жизни. Это подытожило то, что было выше. Это как лечить от гриппа умирающих людей и деревьев. Понимаете? Про это мы еще поговорим. Биополе. Вот эта подлая вещь, которая почему-то в этом самом Википедии, которая заменила на энциклопедию, но если энциклопедия считалась непогрешимая, то Википедия стала помойкой. Биополе. Псевдонаучная концепция, которой, тут надо было добавить слово якобы, но они не догадались, согласно которой существует совокупность тонких полей, генерируемых живыми организмами либо их органами, часто используется для объяснения парапсихологических явлений, в частности, поняли, да? Вот так вот. Википедия. Кто будет заниматься этим? Винсану. Ждать, пока вы станете академиком и у вас будете ногой дверь открывать вообще кабинет, включая президента страны, это еще сколько людей погубим? Миллионы. Чехов, Ванька, текст произведения, помните? Сейчас вы поймете к чему. Я до этот раз упоминал не раз эту самую середочную морду, вот, но нашел, цитирую, а на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ей на мордой начал в нее харю тыкать, кто не помнит классику, это письмо на деревню дедушки, начала меня в харю тыкать, подмастерия надо мной насмехаются, посылают кабак за водкой и велят красть у хозяева огурцы, а хозяин бьет чем попать, а еды нету никакой, ниже яркий представитель это взято мной из интернета с этого с яндекса так, но делал ее мой заместитель так сказать по литературной части Троценко Троценко у меня уже должности есть хотя без должности Троценко Павел Николаевич для истории о добросовести ценующих деятелей 7 апреля вот это вот это выдержки из письма помнишь у нас у нас у нас впереди знаете как вот опосредованно мы все отвечаем за будущее если ты все-таки кто-то из вас давай хотя бы чуть-чуть с глазом подглянул так все-таки что там еще железом это самое какой еще чушь он придумал каждый за это отвечает со всем как минимум посмотрела дама та это умеет савин взяла эти от спицы эти спицы длинные согнула вот так буква если у тебя если настоящий садовод у тебя обязательно будет большая биополина и ты возьмешь походишь вначале поучишь поучишь горизонтальные были потом пойдешь в квартиру и ты увидишь ее кровать как раз там где это еще свою жизнь что-то спасти можешь а когда это будет миллионах квартира сделала у нас эти опустеют как до вас это самое псевдоновичная концепция вот используется для объяснения парапсихологических явлений это не шутка это ученый писал биополе в эзотерике а в жизни а в жизни нету эзотерика а знаешь что где эзотерики а я у меня же видно на экране я вот так делаю так вот насчет ее мордой меня в харю тыкать вот меня и тычут смотреть его фото еще чего я профессионал ученый селекционер и вот эта страшная фраза думаю не стоит знать вот я пишу так обокрас себя поэтому она никогда не узнает а жалко умирать не зная что у нее душа есть и она бессмертна а ведь к этому надо готовиться всегда когда кто-то мешает развивать садоводство а все вот эта ваша схема все ваши примеры отрезайте снизу на таком расстоянии 4 мощные ветки у семилетней груши вот ведь за это же не то что там прямом смысле отвечать не придется потому что вы заблаждаете сисками вы просто ничего не знаете вот поэтому и написали колечья дерева но лучше бы все таки знала хоть одним глазком у человека есть душа она бессмертна как зародилась жизнь на земле вы что думаете с этой грязной лужице случайно слипание молекул и у человека нет души нет совести нет чести нет достоинства нет доброты и только желание убивать дальше что культурные растения появились раньше нас лесорубов что в деревне нет лишних веток листьев девчонки что полезней когда назвал девчонками кто-то из вас почувствовался оскорбленный что полезней в природе грибы не едят живые клетки а пируют на вами изувеченные деревьях поедая мертвец что мы люди тоже вегативные гибриды поэтому не знаете еще 200 постулатов нового мира я конечно рискую когда вот такие вещи пишу потому что это 22 века наука все к чему вы прикасаетесь саду не живет а мучается и умирает в муках я когда смотрю на экране как вы учите ну не не конкретно говорю а ко всей вот этой вот всем выпускникам как вы учите якобы лечить на самом деле калеч лечить дерево металлической щеткой вы представляете уничтожать грибы с помощью паяльной лампы вот и это люди которые говорят что у них шикарное образование паяльная лампа эти самые щетка по металлу это ужас какой-то это что-то вот я и написал все к чему прикасаетесь не живет а мучается и умирает в руках я еще не закончил этими разницами я пишу пчелы против мёда понимаете как хотите почему вы пчелы против мёда я вот понятнее вы будете начинаю новую серию фильмов для молодежи смотрите видели фильмы для садовой молодежи из лучшего сада России 16 серия видели вот а вы попробуйте то же самое да хотите я вам помогу даже мы могли бы ваши связи используя вместе книгу написать я бы написал а вы бы там пробили бы её и гордо поставили подпись посмотрели вот вот еще представляете представляете что бы с вами было бы полежи на этой кровати несколько лет а у кого биополе еще слабое или нет таких полно компьютеры знаете как его уничтожают вы хоть знаете об этом что несколько часов человек который имеет биополе два этих самых диаметра два метра это моя наука наука точнее практика через несколько часов у компьютера у него становится биополе ноль вот для этого надо маленько начинать в эту сторону думать изучать может быть успеете может быть когда-то ваш ректор пойдет к тому кто будет закрывать а закрывать знаете кто те кому земля это да мы сейчас закройте мы собрались у нас новые программы мы собрались миллионы людей спасти эх наука наука темирязицы просыпайтесь в начале засчитанной недели статистика например карты для патогенных зон и карты аварий со смертельным исходом и где она совпадает там стоит только поставить знак я вам показывал этот знак допустим 40 километров запрещающий и чтобы там постоянно стояло это менты и штрафовальщик подряд а то как на ровной дороге на обочине стоят эти самые памятники погибшим на обочине дорога смерти а дорога чистенькая только мы знаем почему бьются машины вот так лоп-лоп понимаете когда это все наслаивается погибает заместитель губернатора какой-то области единственный случай реальный который показали по центральному телевидению стоит разбитая машина погиб крупный чиновник уровень замгубернатора вы бы видели это как так получилось смотрю а это же сюжет по центральному телевидению я ничего не думаю вот запретили крестить крест я не клянусь все честно смотрим дальше смотрю этот который с телевидения успокоиться не может он подходит человеку который здесь же на этом разбитом месте с рамками ходит и говорит это дорога смерти подходит этот уже журналист с этим с микрофоном уже к крупному чину ну я что такое это там типа генерала-полковника кто-то из такого уровня гришник вот говорит видите а человек ходит как он там оказался удивительное дело тут погибает крупнейший чиновник областного уровня и тут же он ходит все упало как-то случайно я понимаю вряд ли такое можно запрограммировать или запатентовать и вот он судит теперь микрофон это он говорит посмотрите может быть тут надо что-то где-то я считаю ответ я подчеркиваю это все правда я считаю что надо просто аккуратно ездить все и вся эта его работа и все никому нахрен не надо и так после этого примера что-то я опять разошелся ну я бы мне скоро может помирать а я это уйду и не спасу ни одного человека даже пятеро из вас рамки сделают и уже несколько человек спасем уже не миллионов хотя бы несколько каждый человек вселенная и так карты ГПЗ и карты аварии со смертельным исходом на дорогах можно совпадает совпадает где-то это если это делать на уровне страны то в каждой области это будут делать специальные люди мы городские сумасшедшие так потому что таких приборов пока тонких нету с приборами опасно а мы никогда не ошибаемся вот мы лозоходцы и белокатурщики ну в принципе это одно и то во всех областях но собирали 90% совпадений так вот ах маник так и все это задокументировано и все и все это сводные таблицы и по стране таблица но нужно чтобы там вверху хотя бы один наш сек оказался ведь я уверен что сейчас меня смотрят там полсотен человек или меньше через неделю просмотров будет 500 а через год 800 900 то из них вот кто эти 800 900 меня за год видит вот этот же ролик или как он называется вот 95% со мной согласится что это важно хотя бы убедиться что я прав если уж не согласятся что это статистика моя страшная то хотя бы проверить надо второе статистика умерших от рака вот умер от рака причем выбираем именно раковых потому что откуда возникает рак до сих пор ни хрена никто не понимает вот карта размещения кровати рабочих мест берется все кто умер в больнице листы там есть адрес там есть фамилия имя отчества пошли во главе с участковым или специальная комиссия вот он показывает вы знаете нам надо посмотреть это вопрос государственной важности вот приказ министра вот приказ президента страны вот давайте мы просто сейчас это несколько минут раз 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 и после этого составляется карта уже умерших от рака не от ДТП а от рака хватается за голову это там может быть 60-70 достаточно чтобы спасти 60-70% потенциально убитых которые будут убиты ГПЗМ и внимание выводы страшные цифры дальше что будет испуг министров им же как говорит президент знаете что им говорит президент разработайте меры чтобы увеличить поджитие жизни вот это по сравнению с тем что а я их везде говорю мы избавимся от яда химикатов от колечных деревьев тонны нет миллионы тонн фруктов не будут отравленные есть они будут не отравленные не будет необходимости обрабатывать их скафандры ходить с этими с баллонами а то ладно баллоны целые цистерны за тракторами для этого используют и этим самое и установки по распылению вот что 40 знаете обработок это чуть-то не как каждую неделю до недели два раза ужас и вот тогда когда до них дойдет то вот же как спасти то людей то можно вот уже была у нас настолько кто верит этим цифрам с тех пор и до сих пор последний год два сплошная идет это бегущая строка и фамилии знакомые умирает 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 посмотришь какие годы и вот тогда пусть когда пусть это будет Тимирязевка если там найдется умный человек убедит ректора а ректор убедит министра министр убедит вице-премьера вице-премьер убедит премьер-министра и тогда используя вот этот испуг используя то что надо выполнять поручение президента уничтожение Тимирязевской академии будет отложено Тимирязевцы есть везде От Калининграда и до Камчатки Вот это и надо Осталось 25 минут Закончили мы с ней Пока да Ответа, понятно, не будет Как там было сказано Вот эта цифра Страшная цифра Думаю, не стоит знать Если бы не эта фраза Думаю, как же она думать-то?